здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта проект кухта капитал и сегодня я сделаю разбор ключевых инструментов выскажусь по некоторым быстро скажем там где нет какой-то торговой рекомендации я пройду его быстро и по некоторым инструментам есть у меня изменения поэтому слушайте внимательно по некоторым инструментам давайте начнем индекс s&p 500 я вчера записывал детальный обзор что я думаю по индексу s&p 500 пока конкретных торговых день нет у нас сильный тренд вчера было коррекционное движение это скорее всего похоже на коррекцию пока жду более ясной ситуации с фондовых индексов вот если брать вчера неплохо пошел nasdaq импульсом низ но буду смотреть что там дальше расторговывается более интересная ситуация если все индексы разбирать это индекс dax немецкий здесь есть накопление 1 2 3 4 5 5 дней возле ключевого уровня 600 16 200 верхняя граница и нижняя граница можно взять 16 00 1650 до если брать шарты то в принципе можно рассматривать шарты с текущих по данному инструменту это то что я бы хотел видеть да но если объективно рассматривать то в принципе здесь возможно будет поработать и на пробой 16 200 до потому что даже можно вот так взять уровень 16 условно 200 185 там до плюс зависит от брокера поэтому нужно уровень корректировать если мы все-таки пойдем дальше пробивать сегодня условно завтра данный уровень то там лучше пробовать с небольшим стоп лоссом на покупочку работать возможно будет прорыв данного диапазона поэтому те кто шартят это нужно понимать те кто не шартят против этого сильного тренда есть такая вот идея дальше по золоту по золоту началась коррекция вот вот это локальная напоминаю с понедельника вторника я советовал покупать и в понедельник в обзоре и во вторник на битве аналитиков советовал покупать золото мы в принципе неплохо выросли сделали первый уровень 1985 возможно ближайшее время сделаем 2000 но пока торговых идей нету я вчера с одним учеником мы здесь практически полностью зафиксировались на этих значениях на максимумах и взяли вот это движение по золоту два раза частями закрывались еще маленькая часть осталось 20 процентов на на возможное добитие 2000 долларов да стоит ли сейчас покупать с коррекции я пока буду ждать потому что коррекция может затянуться в область 1950 плюс-минус поэтому пока жду а вот что интересного есть по таким инструментом как нефть марки бренд вчера прошла экспирация и у нас на этой неделе произошла коррекционное движение в импульсе который у нас был длился с начала июля так скажем да и в принципе я рассматриваю что нефть может уходить на на перехай прошлого недельного максимума в районе восемьдесят один с половиной и возможно выше поэтому я бы покупал нефть марки бренд если будут эту конструкцию ломать вот здесь есть такое поджатие видно то дальше есть там альтернатива с шартом но их уже дальше буду рассматривать по факту вот интересный момент также по натуральному газу я вчера утром давал рекомендацию своим подписчикам и ученикам покупали фьючерсы на природный газ натуральный газ кто как называет натуральный газ это на английском природный это перевод поэтому я ранее в обзорах говорил что жду коррекционного движения пониже но она закончилась раньше то есть у нас получается во вторник нарисовался импульс в среду на нарисовался откат и у нас здесь глобально появилась модель два в одном мои ученики знают о чем я говорю я вчера утром дала рекомендацию мы купили и принципе кто ранее не покупала мне кажется дальше стоит вот вчера произошла экспирация как по нефти марки бренд и я думаю что у нас дальше возможен рост на обновление максимум в районе 3 и возможно выше будет ли это с текущих или с какой-то коррекции я бы подбирал потихонечку газ на покупку пшеница по пшенице у нас я ранее давал комментарий что я позавчера вижу long по данным инструменту такой корявенький он в принципе локально отработался дальше посмотрим что здесь расторгуют какая здесь будет проторговка на данном уровне да поэтому посмотрим посмотрим что здесь произойдет новых идей не даю катон в принципе неплохо идет в рост кто ранее покупал удерживаем среднесрочно ну давайте перейдем к секции валютного рынка там есть некоторые изменения достаточно сильные посмотрим сработать ли они по индексу доллара я со среды начал работать на коррекцию я в принципе понедельник советовал пробовать брать коррекционное движение и получается позавчера в среду я советовал покупать и в четверг утром своим ребятам в про канале я советовал покупать потому что видно было что индекс доллара и евро доллар скорее все будут идти на хорошую коррекцию общался с одним человеком трейдером он даже не исключает что у нас глобально идет разворот по индексу доллара глобально в лонг евро вниз франк вверх поэтому я за этим будет уследить буду смотреть какая ситуация будет развиваться что дальше будут рисовать пока вне рынка по данным инструментом от что меня побило на этой неделе так скажем практически ничего не сработало это фунт доллар да вот вот по этому инструменту у меня так скажем не получилось ничего там несколько 100 пословила но другие инструменты неплохо от отработались по нему возможно если будет коррекционное движение где-то в район 130 я туда буду где-то шортить поэтому у нас вот это похоже на импульс коррекционное движение и дальше вниз возможно ли брать это коррекционное движение выше уровня 128 60 рискованно да ну этот очень рискованно ну давайте конкретно перейдем к такому рынку как доллар рубль и юань рубль вот здесь с понедельника точнее с пятницы я советовал своим учениками в обзорах в обзорах уже с понедельника советовал покупать мы росли принципе но это рост был небольшим где-то около одного рубля там с копейками плюс-минус здесь мы все где покупать и сильного роста не произошло и сейчас смотря на эту картинку вот вчера как задавили цену вниз и у меня открылся такой план что возможно доллар рубль будут корректировать сильно вниз вот пока мы ниже отметки так скажем 91 возможно взять так еще уровень такой локальный получается 91 30 пока мы ниже данного уровня желательно чтобы сегодня его не пробили наверх сильно так как это возможно мы дальше пойдем тестировать 94 если мы все-таки удержим 91 то дальше возможно пойдет хорошая коррекция по данному инструменту вот такой ориентир даю то же самое юань юань рубль у нас уровень 1270 мы вчера его здесь было поджатие мы его сломали и и сейчас во вчерашнем дне если мы все-таки удержим его принципе можно с текущих или там уже с понедельника рассматривать шарты по данному инструменту вот вот такой анализ по рынку у меня валютному поэтому если такие некоторые изменения на этом все обязательно соблюдайте риск менеджмент как видим по рынку вот идеи по таким волатильным инструментом больше по некоторым идеи нету так как рынок не всегда дает какую-то понятную картинку всем спасибо если будут вопросы пишите в комментариях под видео там будут указаны мои контакты если интересуют моменты по обучению по закрытому каналу про сигнал спешите всем пока удачи